В Уральской столице за божественной литургией почтили память святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского. За великую ученость и иерарха чтят, как небесного покровителя студенчества. Поэтому за богослужение вместе с правящим архиереем помолились учащие и учащиеся Екатеринбургской духовной семинарии и хор регентов духовной школы. Учащиеся и ректоры Екатеринбургской духовной семинарии собрались в Никольском храме Патриаршего подворья, чтобы за совместной молитвой почтить память своего небесного покровителя. святителя Филарета. Его пример и поныне являет нам образец высокой нравственности в сочетании с высокой духовной образованностью, которую святой сеял вокруг себя. Трудами просветителя впервые были изданы многочисленные толкования на богослужебную литературу и катехизис, которые до сих пор используются в молитвенной практике. Будучи сыном провинциального дьякона, он поднялся на высшую ступень иерархической лестницы. В течение 46 лет он был московским иерархом. И хотя в то время кафедра московских святителей не являлась первопрестольной, московские митрополиты не были предстоятелями русской церкви, но тем не менее значение его в жизни России, в жизни русской православной церкви подобно великим патриархам прошлого. Сегодня Екатеринбургская духовная семинария старается продолжать и поддерживать славные традиции, заложенные в духовном образовании еще в XIX веке святителем Филаретом. Ежегодно к Дням памяти подвижника семинария организуют праздничные мероприятия и концерты. По завершении литургии в этот день был совершен молебен святителю Филарету. О, преславный и Бога мудрый, святителю Христов Филарете, Российская церковь святильничает, земли нашей похвало и граду Москве украшение. Ты житие и служением твоим, трием вселенским святителям, былось и подобней. Житие и труды во славу церкви святителя Филарета поистине огромны. Неслучайно в молебном пении его сравнивают с тремя великими святильниками церкви – Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. Спустя годы господства атеистической идеологии в нашей стране имя московского митрополита вновь возвратилось из забвения. По словам митрополита Кирилла, возглавившего в этот день богослужения, творчество святителя, 50 лет носившего епископскую мантию, актуально в наше время, требует изучения и пристального внимания. Очень многое, что было сделано при святителе Филарете, сегодня является в нашей жизни большим достоянием. Вспомним только храм Христа Спасителя. Поэтому, дорогие братья и сестры, дети, отцы, святитель Филарет – великий муж русской церкви, и мы должны его помнить и чтить, как других великих святых нашей земли, и, почитая его, принимать в себя слова его учений и наслаждаться его трудами, потому что любой его труд – это высокая, глубокая, подлинная поэзия, как сегодня читалось и говорилось в молитве, что он уподоблялся Григорию Богослову в этом изъяснении святых таинств, таким чудным языком, который нам сегодня понятен, близок, и принимаем нами, но в то же время мы понимаем, что мы не сможем выразить всю глубину и всю высоту мысли так, как изъяснял ее святитель Филарет. Всем студентам, присутствовавшим на богослужении, на память были подарены книги еще одного русского просветителя – игумена Никона Воробьева. Продолжение следует...